Здравствуйте, дорогие друзья! По многочисленным просьбам сегодняшний гость, который мы пригласили к нам, это человек, который будет нам о Форексе рассказывать. Обычно у нас мало кто приходит о Форексе рассказывать, у многих есть сочетание Форекса с нехорошими высказываниями, поэтому сегодняшний гость попробует развеять все сомнения и рассказать нам на самом деле чистую правду. В гостях у нас сегодня Николай Корженевский, руководитель отдела доверительного управления компании Форекс. Коля, привет! Здравствуй, Саша, но я сразу скажу, что не только Форекс же, все-таки есть еще фондовый рынок, есть в основном дерева, и вы, конечно, на российском рынке, которыми я тоже торгую. А вот давай сначала познакомимся поближе, а потом ты расскажешь конкретно, чем вы занимаетесь, что бы ты хотел донести до наших радиослушателей, рассказать, там, если вы занимаетесь доверительным управлением, как все происходит и все остальное. У нас нет рекламных передач, нам никто не проплачивает, все об этом знают, поэтому приглашают, в принципе, всех, кто хочет рассказать, и люди, которые адекватные, обычно люди, которые к нам попадают, это кто-то кого-то где-то посоветовал, то есть мы не лазим по просторам интернета, не ищем какую-то красивую имя и фамилию, да, чтобы набрать человека, во всяком случае, человек хотя бы должен быть интересен. Ну, ты интересен, потому что ты работал на РБК в свое время с Тимофеем Мартыновым, может, какие-то нам секреты про Тимофея расскажешь, и сейчас ты работаешь на канале «Россия-24». Да, совершенно верно, это еще одна. Как вообще ты, обычно, вопрос всегда первый и обычно стандартный, хотя людям очень не нравится почему-то, но надо знать, откуда человек пришел, и почему он попал в трейдинг, почему он там начал заниматься именно, может, форексом или ценными бумагами или деривативами. Когда мне было лет 16-17, я уехал на достаточно длительный период времени в Штаты. Ну, это было 10 лет назад. 26. Ты не стесняйся, а 26 говорить не стыдно. Когда тебе за 40, когда тебе за 40. Да, за 40 тоже не стыдно. Уехал в Штаты. Да, и достаточно долго там пробыл, полтора года практически. И вот в это время я понял, что финансовые рынки и все, что с ними связано, мне крайне интересно. А как ты так понял с 16-летним мальчиком в Штатах, что финансовые рынки это... А ты знаешь, на уровне ощущения, это же не логика, понимается, не умом, да? Умом ты дальше анализируешь, пытаешься что-то сделать. Вот смотри, ты приехал в Америку, да? Вот я тоже приехал в Америку. Но я пока добрался до финансовых рынков, прошло очень много лет, и это была чистая случайность. Как ты в 16 лет в Америке... Ты вроде из Одессы и дольше шел до финансовых рынков. Я очень долго шел, это была большая случайность, особенно когда тебе говорят, что можно зарабатывать деньги через интернет. Ну да, наверное, звучит непредупадобно. Вот ты в 16 лет приехал в Америку. Как так получилось, что ты где-то там пересекся, с финансового рынка. Где ты, мальчик из города и финансового рынка? Да, во-первых, сам понимаешь, Америка, это все вот эти медийные средства, все телеканалы, Fox Business, NBC, Bloomberg, прочее прочее. Но Bloomberg, по-моему, тогда еще не было. В телеке. И ты смотришь на это, и ты понимаешь, что в этом что-то есть. В этом есть что-то интересное, и это хорошо преподносит. Кроме того, там, где я жил, я жил в семье, один из членов этой семьи плотно занимался трейдингом. А, получается, что ты был, когда семьями обмениваются, берут детей, да, туда? Да, совершенно верно. Вот, и этот человек занимался трейдингом, ну, как трейдингом, он в банке сопровождал трейдинг. Мне тоже было это очень интересно. Соответственно, я постоянно слушал истории про то, что, как, где произошло, да, там, кто налажал, Вы садились, как американская семья, садились вечером, да? Ужинать, конечно, конечно. Ну, а как по-другому? Ну, ты потом вкратце расскажешь, потому что, знаешь, огромное количество людей ненавидит Америку. Притом, те ненавидят, как раз, кто не был никогда. Поэтому я просто хотел бы, чтобы нет своего лица, от лица твоего. Тем более, тебе было 16 лет, и 16-летнего мальчика... Те, кто ненавидят, скажут, ха, вот, отправили в 16 лет, это агент влияния и прочее. Ты знаешь, я сталкивался с этим, это очень интересно. Ты начинаешь людям что-то говорить про Америку, а тебе отвечать, да нет, ты ангажирован. Ты ничего не понимаешь, ничего не знаешь. Тебе запутали мозги, да? Да, ты, все, ты, значит, субъективный человек, изменник родины практически. Даже в 16 лет? Ну, конечно, тем более в 16 лет. Вечерами вы заседали. Заседали. А в каком городе ты жил? Я жил около Бостона. В небольшом городке, это штат Массачусетс. Красная шея. Да, вот. Реднеки. Ну, Реднеки, это все-таки скорее... Ну, тогда, естественно, страна Юта. В Техас, да. Ну, я-то жил на побережье, но там каким-то образом было много людей, к которым этот термин подходил. Вот. Нет, я жил, конечно, на восточном побережье, и преимущественно находился, да, чуть на севере, в районе Массачусетса. И периодически, конечно, ездили мы в Нью-Йорк, но это святое дело. Проехать пару штатов вниз. Четыре часа, пять часов, да. Да, и, так сказать, переместиться с отдыхом. Это тоже делают все в Соединенных Штатах. Вот вечером, да. Да, я, кстати, тоже очень любил, дороги хорошие. А ты где жил, кстати, в Америке? Я живу в Нью-Йорке, прожил 20 лет. С 93-го года. У меня остался дом. Я в Милбейсене живу, тоже на океане. Ну, здорово. Я на океане, к сожалению, пока не успел пожить, но ничего, надеюсь, что все впереди еще. Так, и вот вечером вы собирались? Собирались. И папа, вот этот папа американский рассказывал. Ну, это не папа был, да, это... А-ля, американский папа. Американский, да. Вот, и рассказы, знаешь, они... Ну, как, это традиционный обмен новостями за день. У кого что произошло, да, у кого что случилось, это такие локальные события. У американцев вообще чувство семьи очень сильно развито. Очень сильно, да. То есть обязательно должен быть этот ужин, если ужин не состоялся, это форс-мажор. Это то ли у кого-то свадьба, то ли у кого-то похороны. То есть реально каждый день кушали? Ну, конечно. Вечером? Конечно, практически каждый день, да. Вот, и это вот такая традиция обмена новостями. Соответственно, я периодически слушал про то, как там какой-то трейдер проиграл несколько сотен тысяч долларов, как какой-то трейдер их выиграл. И самое интересное, что все-таки это был небольшой городок. Это не Нью-Йорк, это не Манхэттен, да. Там все-таки немножко другое понимание денег. И когда речь шла о нескольких сотнях тысяч долларов, и мне, естественно, казалось, что это какие-то просто баснословные деньги. Он, наверное, в банке работал, у него, наверное, 50-55 тысяч долларов зарплата была. Это кодовая, естественно. Ну, я думаю, что чуть больше все-таки. Если должность банка 10 лет назад, это от 60 до 70 тысяч локально, но это хорошая зарплата, да. Это действительно была хорошая зарплата, и я не лезу в чужой карман. Мне там, наверное, домик стоил 200 тысяч долларов. Ну, все как обычно. В Америке домик не столько определяется доходами, да, сколько желанием купить этот домик. Особенно тогда, в 2002-м, если ты хотел, были кредиты, была доступна ипотека в любом объеме. Это все-таки еще не саб-прайм-кризис, даже не его начало. Близко даже. Да, это такой период, когда домовладение было совершенно нормальным, в кредит, да, дома дорожали, там, непрерывно лет 50, и все были готовы их покупать, покупать. Да, поэтому дом был хороший, несопоставимый с зарплатой, с доходами, по нашему пониманию. Но так жило много народу. И вот сидели вы вечером, тебе все больше и больше нравилось. Да, и в конечном итоге я просто начал интересоваться техническими деталями. Но, конечно, перед этим, ну, потребовалось какое-то время, чтобы к этому прийти. То есть сначала ты слушаешь, потом ты посмотришься NBC. Там что-то выросло, что-то упало, кто-то что-то рассказал, у кого-то там, не знаю, кто-то что-то рвет, какие-то бумажки. Вот. Потом прошло некоторое время, я вернулся в Россию, поступил в институт, и я понял, что все-таки все это мне очень интересно. И уже когда я поступал, я шел принципиально на экономическую специальность. Я еще не понимал, что я займусь финансами. Мне всегда очень нравилась макроэкономика, да, не практика. Глобальная. А такие, да, какие-то глобальные процессы. Кризисы, глобальное падение, почему так. Да, почему так, почему сяк. Но потом, как любой человек, который изучает макроэкономику, понимает, что общие закономерности есть, но, во-первых, они вычленяются преимущественно задним числом, во-вторых, все-таки там очень много психологии, очень много вещей, которые субъективны, да, которые там какому-то физическому строгому закону не поддаются. Ну и курсу к четвертому, я это уже, по-моему, осознал, поступил на финансовую специальность. Потому что к четвертому курсу ты выбираешь, чем ты будешь плотно заниматься. У тебя же 20, сколько, 20 лет было? 21. Да, мне уже был, я с первого раза в институт я не поступил, я не сдал математику, и, соответственно, да, я, ну, наверное, в 21 был на четвертом курсе, да. Вот, опять же, да, такой вызов был именно с математикой связанный. Вот сейчас я строго, я... Последние работы, они практически все состоят из сплошной математики. Все то, что я пишу. То есть это читать нормальным образом. Роботы и все остальное. Ну да, формула. Даже если это просто исследование, даже если это просто какая-то статья. Все в виде формул. Да, но это же реальный язык выражения информации, намного более совершенный, чем просто расписывать вот эти бесконечные, там, типа марксизм и ленинизм, знаешь, вот эти тома, ни о чем. А как ты вообще отношения поддерживаешь с семьей? Да, поддерживаю отношения, там достаточно большие перемены, но все-таки периодически мы действительно созваниваемся. Я был у них в мае. В властях? Да. Вот прям целенаправленно ездил к ним, чтобы увидеться, там, точно так же отужинать, посидеть, что-то вспомнить. Очень странное ощущение, потому что прошло много лет, по моим меркам. Ну, 10 лет это по любым меркам много. Да, это пол жизни моей. Да, 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 приблизительно так. Тем более 16 нельзя ни биологически, ни физически, ни морально сравнить 16-летнего мальчика и 26-летнего парня. Да, конечно. Вот, и поддерживаем отношения, естественно. Но я периодически в Штаты, в принципе, прилетаю. По разным причинам, по финансовому. Нравится? Конечно. Ну, собственно, открою секрет, это, наверное, личная штука, но ее можно бы сказать, вот Новый год мы планируем провести на одном из горнолыжных курортов в Америке. Куда? Я просто тоже лечу. В Колорадо. А я в Лейктаху. А это рядышком. Да, да, да. Совсем. Только я больше на Вегас. Ну, Юта, она туда, да, в Класс-Вегасу, к Невраде. Нет, просто для тех радиослушателей, на самом деле, посмотрите, американские курорты не только не уступают, а в некоторых местах очень сильно превосходят любые французские, включая и тот же Куршевелли и все остальное. В Колорадо катаются очень богатые люди, на самом деле великолепнейшие курорты, необыкновенная красота. Я честно признаюсь, никогда там не было на курорте, это будет первый раз. Ты не представляешь, это не просто красиво, это необыкновенно красиво. Я скажу, Франция отдыхает, нет распальцовки. То есть ты тоже катаешься? Да, я катаюсь, но сейчас у меня вот травма ноги, но я все равно сейчас хочу к Новому году ножку выровнять. Дорогие друзья, у нас в гостях Николай Корженевский, руководитель отдела доверительного управления компании Афорекс, а мы уйдем на короткий новостной перерыв. Еще раз здравствуйте, в гостях у нас Николай Корженевский, руководитель отдела доверительного управления компании Афорекс. Коля, еще раз привет. Еще раз привет. Так, значит, и на Новый год едешь в Америку. Да, к сожалению, понимаешь, не все наши радиослушатели смогут выдержать то, что ты на Новый год едешь в Америку, поэтому придется нас тут поговорить о более профессиональных твоих качествах, потому что если ты будешь рассказывать, как ты будешь рассекать по колорадскому снегу, бежать там в хорошей гостинице... Главное, чтобы никто не сглазил и не сломать ногу потом. Вот я тебе говорю, я за это больше всего переживаю. Надо вообще подумать, может, этот кусочек вырезать на самом деле. Люди, к сожалению, к сожалению, по своей натуре, они вот не хотят вроде завидовать. Думают, вот... Но, к сожалению, качество это... Проблема такая стала уже с радиоэфиром, уже не все слова можешь говорить. Я иногда не знаю, можно сказать такое слово в эфире или нет. Лучше не говорить. По опыту тебе скажу, что лучше, да, да, да. Потом проще спит. Четвертый курс. Попал ты на... Пошел на направление ценной бумаги. Да. Международная валютно-финансовая система. А где ты учился? В высшей школе экономики. Как ты вообще его оцениваешь, как заведение? Ты знаешь, этому можно посвятить вообще всю оставшуюся часть программы. У меня есть... Хорошо, плохо, нормально. Есть очень хорошее впечатление, да. А есть вещи, которые меня просто... Ну, вызывают... Раздражают. Не то, что раздражают, они меня... Убивают. Как по-русски? Фрустрация все-таки. Фрустрация. Фрустрация, либо ты не нашел никогда. Фрустрация, это... Ну, вот... Напрягают. Да. Напрягают, да. Напрягают, сделать ничего не можешь, но понимаешь, что происходит что-то просто нереальное. Ну, давай, наверное, о хорошем сначала. Там есть очень хорошие профессиональные люди. Там преподаватели, там есть, на самом деле, очень хорошие преподаватели. Там действительно есть исключительно квалифицированные профессоры. Есть люди, которые действительно знают, что такое наука. Это национальные исследователи, университет, да, и там не преподают пока, слава богу, богословия. А занимаются именно традиционной, хорошей, качественной наукой. То есть, опять же, не просто рассуждениями ни о чем, и там, не знаю, рассуждениями... Ну, то есть, давай твердую четверку можно поставить? По образовательному процессу, по крайней мере, когда я учился. Если ты сам смотришь, что, где, как, не теряешь, да, там, что называется, чуйку и все такое, можно даже пятерку поставить. Если ты сам пойдешь туда, куда надо, к тем преподавателям, которым надо и так далее. Но инфраструктурно и институционально все это вызывает у меня просто шок. Ну, то есть, то, что там сейчас происходит, я думаю, реально эта программа не посвящена таким вопросам. Но если кто-то из высшей школы экономики меня слышит, задумайтесь над тем, что все это куда-то движется не туда. Да, именно как высшая школа экономики, как объединение, как структура. Вот, а я сам пошел, я очень хорошо пошел. Это вот, когда я шел в институт, я уже говорил, я не сдал математику, а на четвертом курсе я занял практически только финансовым анализом строгим. Благодаря моему научному руководителю есть такой Евстигнеев Владимир Рубенович, шикарный профессионал, который занимается строго количественным анализом. У него есть достаточно много книг, монографий и прочего-прочего. Если кто-то хочет, они все посвящены строго практике, это строго эмпирическая наука и строго посвященная фондовому рынку. То есть эмпирические формы в трейдинге по-просто. Да, да, да. То есть поиск статистических преимуществ на рынке, каких-то процессов, которые описывают рыночные котировки, которые таким образом позволяют предсказать рыночные котировки. То есть, по сути дела, ты взял за главные вещи очень правильно, что все подается анализу, все подается цифровому анализу, и на основании каких-то цифр можно получить стат и мат преимущества. Совершенно верно. Тебя правильно сразу направили. Ну да, мне повезло встретиться в жизни с этим человеком, и опять же, наверное, какой-то внутренний опыт сказал, что для меня, по крайней мере, это правильное направление. Я не знаю, как для кого. Я видел, ты, Наряка, тоже видел трейдеров, которые вообще никаких количественных моделей не используются. Сидят перед графиком, нажимают кнопку. Да, я с тобой согласен. Я вот очень много лет был таким, на самом деле, я бы досказал даже там 9 десяток своего времени, то, что я прав был трейдером, так и было. Но в последнее время, когда я стал заниматься роботами, то мне, к сожалению или к счастью, приходится учиться, и у меня есть молодые партнеры, которые там намного моложе меня, ну не в два раза, но там на 15, на 17, на 20 лет моложе меня, которые как раз учат меня этим вещам. И это ответ как раз тем злопыхателям, которые говорят, почему я учу. Потому что я учусь сам от них, и я очень много, на самом деле, научился как раз от людей, которых учил я, или с которыми там меня свела судьба. Эти люди, которые... В смысле, то есть ты, что за злопыхатели? Кто-то... Ну, всегда злопыхатели, ты знаешь, всегда люди говорят, что вот зачем он учит, если он такой крутой трейдер. Ну, вот это да, это такая... Это даже везде сраще полно, это нормальное явление, ты знаешь, я просто перестал обращать внимание только по одной причине, я каждый день там, или на скайпе, или в e-mail, получаю там 5-10 писем, где люди на самом деле благодарны. И, если я скажу чисто, я стал закрывать глаза. И сам даже, на самом деле, Тимофей Мартынов меня сам научил. Он всегда говорит, Саша, что ты, говорит, обращаешь внимание? А я на самом деле, те, кто меня слышат, как раз те ребята, с которыми я работаю, и от которых я очень много научился, как раз это вот эта молодежь, хорошая, умная, достойная молодежь, которая действительно очень качественна. То есть мне, человек, мне не надо читать книги, там колоссально, и меня заставляют читать книги. И мне приходится, чтобы их догонять. Читать книги, конечно. А я их догоняю, потому что, на самом деле, да, я, может, где-то впереди на 10 голов, как трейдер, но они идут такими шагами семимильными, что, на самом деле, думаю, два годика, там, три годика. И они преодолевают это расстояние. Они меня легко покроют вперед. Видишь, все-таки трейдинг такая штука, и рынки такая штука, где информационные технологии стремительно меняют институциональный вот этот вот весь сетап. Здорово торговать ручками. Да. Но я тебе скажу честно, ты знаешь, когда тебе за 40, например, я сейчас перешел там на уровень вплоть до 10 сделок в год, стараюсь брать, да, не то, что, как бы, я устал, я устал. А эти ребята приходят и говорят, Александр Михайлович, а зачем, зачем вы тут мучаетесь, если там можно попробовать что-то формализовать, переложить на математику, стат преимущества, мат преимущества. Я никогда не знал об этих вещах. Как бы, я теоретически знал, я тоже там читал какие-то книжки, но... Понимаете, ты в любом случае знал хотя бы на уровне ощущений, потому что раз ты торгуешь, раз ты ждешь момента... Естественно, ты понимаешь, что вот какая-то вещь, да, работает. Да, ты ждешь ситуации, когда у тебя так или иначе есть это статистическое преимущество. Сегодня передача тебе, потому что опять все равно скажут, что Герочка себя пиарил, как обычно. Ну, не страшно. Окей, я могу другое сказать. Давай о тебе сегодня. Могу еще просто привести один пример из этой же оперы. У меня есть очень хороший товарищ, коллега, шикарный профессионал, Гриша Беглорян, который тоже работает в СМИ и управляет, да, деньгами достаточно крупными. Вот как и ты, это просто очень знакомый тезис, он ждет достаточно крупных движений. Он знает, что рынок там движется несколько раз в год. В остальное время можно ничего не делать, там, отдыхать или просто следить за происходящим. Следить, да. И так далее. Я уж не знаю детали его стратегии, да, но я точно понимаю, что человек, который не сидит там и не вылавливает каждый пипс, каждый тик на каком-то там инструменте. Вот, а по поводу формализма, да, это очень важный аспект, которым я начал заниматься, собственно, на четвертом курсе. Вот, закончил ты заведение. Да, я пытался прогнозировать валютный рынок с помощью ценообразования. Почему валютный? Да как-то, я думаю, что это, знаешь, вот это вот уже компонент случайности. Потому что валютный рынок, он самый попсовый в некотором смысле. Ты чаще всего глазами натыкаешься на рекламу валютного рынка, да. Только из-за этого. Он восприимчиво почему-то кажется более простым, почему-то. Ну, на самом деле, ты же знаешь, что на Форексе движения, они гораздо меньше, чем на том же РТС или на рынке. То есть, если взять, например, средистатичное движение валютной пары, да, тоже там, и взять 100 пипсов, что не бывает крайне часто, разово, то 100 пипсов составляет меньше 1% на паре, там 0,7. И просто валюты, они как-то понятнее розничному клиенту, да. Представляешь, там какой-нибудь, ну, среднестатистического человека за 40 российского, и ты ему говоришь, купите фьючерс на привилегированные бумаги транснефти. И человек вообще ничего не понимает. Потом, не дай бог, ему сказать, что привилегированные бумаги покупают ради дивидендов, а фьючерсы не дают дивидендов, у него вообще в голове произойдет непонятно что. Каша. Да. А, Гриш, купите там, ну, не знаю, евро против австралийского доллара, даже в такой конфигурации, потому что евро вырастет. Этот человек прекрасно себя понимает, потому что он пережил 98-й год, там, может быть, 91-й год, он прекрасно понимает, что такой валютный курс, как это может меняться, да? Да, и тем более, ты знаешь, на самом деле, предыдущая статистика меня не то, что даже шокировало, я посмотрел, что огромное количество населения в процентном отношении хранят деньги как раз именно в бивалютных корзинах. Самые умные хранят рубль, доллар, евро, а менее агрессивные хранят, как минимум в двух валютах, доллар и рубль. А вот когда я работал на РБК, это вот как раз о таких людях, которые хранят там в доллар и рубле, слышал я одно очень хорошее мнение, оно мне понравилось, не помню, правда, к сожалению, от кого. Оно актуально до сих пор, еще, наверное, будет какое-то время. Нет смысла россиянам хранить евро. Такое утверждение. А почему? А потому что, когда все плохо, доллар растет быстрее всего, и быстрее евро, и быстрее рубля. А когда все хорошо, рубль растет быстрее всего, и быстрее доллара, и быстрее евро. Но это только такое некое практическое следствие, никто не знает, что будет дальше с тем, что происходит. Это мы, наверное, еще будем обсуждать. В Евросоюзе, да. Ты знаешь, когда две блондинки сидят, спорят о валютных курсах. Одна говорит, я, говорит, вчера и евро купила. Она говорит, ну и дура. Почему? Надо было доллар купить, он дешевле. Ну да, да, да. Вот закончил ты высшую школу экономики. Да. И затем пошел в аспирантуру в высшей школе экономики. А ты все-таки решил, что наука это где-то что-то твое? Наука классическая, академическая однозначно нет. Но как только ты прекращаешь заниматься вот такой вот теорией, неизвестной ранее для себя, как только ты вот выработал там, не знаю, пять методов и сидишь, работаешь с этими моделями, мозг начинает консервироваться. Прекращаешь воспринимать новое или воспринимаешь его сложнее, понимаешь, что вот что-то происходит, а ты до конца осознать процесс этот не можешь. И просто вот, как знаешь, хочешь в тренажерный зал тренировать тело. Точно так же вот занимаешься наукой для того, чтобы просто держать мозг в тонусе, чтобы он постоянно переваривал новую информацию, нормально ее воспринимал. Хорошо. Вот как только закончилось обучение, сейчас у нас будет третья двенадцатиминутка. Я вот как раз хочу, чтобы ты уже пошел именно профессиональными шагами. Есть 40 секунд, вот развей сомнения о Форексе. Я даже не буду их развеивать. Я предлагаю все-таки вот в следующей двенадцатиминутке подробнее поговорить сначала о самом рынке, потом о том, как на нем можно работать, о том, справедливо ли подозрение, сомнение в части Форекса и в части операции на Форексе. Потому что ты же понимаешь, вопросов на интернете будет море. Николай Кржановский, руководитель отдела доверительного управления на Форексе. Ты понимаешь, само слово Форекс звучит страшно, а потом еще доверительное управление на Форексе звучит еще страшнее. Хотя очень многие работают, я знаю, вот эти пам-счета и все остальное. А, дорогие друзья, у нас в гостях интересный гость Николай Кржановский, руководитель отдела доверительного управления компании «Афорекс. Перерыв на новости». Еще раз добрый день. Думал, что у нас в гостях на самом деле сидит правнук очень известного человека. Оказалось, это сам очень известный человек. Это Николай Кржаневский, которого мы перепутали с Николаем Кржановским. Да, Александр. Руководитель отдела доверительного управления «Афорекс». Вот сейчас вся 12-я минутка твоя. Давай по порядку пойдем. Во-первых, были какие-то сомнения по поводу Форекса. Ты начинал программу с того, что вот, много просьб, но мы не любим. У людей нет, знаешь, не то, что мы не любим. На самом деле в количественном процентном отношении количество участников в рынке Форекс в десятки, а то и в сотни раз превышает количество людей, которые именно работают. Первое – это дешевизна входа. Да. Второе – это якобы кажущийся гигантский заработок, который можно получить вместе с ключом. Гигантскими ключами. Да, да, да. Вот. И никому не рассказывают про гигантские риски в заголовке крупно, про то, что вы, скорее всего, все это проиграете. Что такое Форекс? Вот вы, когда идете на рынок Форекс, вы должны четко понимать, куда вы идете, с кем вы будете торговать и чем вы будете торговать. Это вот первое, что вы должны изучить. Но вы должны понимать, что Форекс – это не биржевой рынок. Есть валютная биржа в России, где торгуют рублем, есть валютная биржа в Китае, но так или иначе, вот это объединение потоков котировок – это не есть одна биржа, которая вам все вот это предоставляет. И торгуют этими вещами между собой только банки. И в любом описании Форекса, в первом предложении, вы найдете фразу о том, что Форекс – это межбанковский рынок. Вас туда никто не пустит. А если у вас крупный депозит, может быть, через брокера как-то… Но все равно через брокера. Вот, ну, как на любой рынок. Хотя на фондовый рынок, как мы знаем, там есть способы подключиться напрямую. Но в любом случае, на валютный рынок вы пойдете только через специального участника. Да, и с очень крупными деньгами. Поэтому, если вы несете даже 10 тысяч долларов, вы должны понимать, что на самом деле вы несете каплю в море. Что означает ограниченное количество этих участников? Всем говорят, это ультраликвидный рынок, объем торгов… Триллионы долларов. Да, это очень большие объемы торгов. Да, с точки зрения ликвидности он действительно достаточно ликвидный. Ну, два критерия из ликвидности. Те самые объемы и размер спредов. Да, в относительном выражении. Но вы должны понимать, что торгуют между собой очень ограниченное количество профессиональных участников. Максимум 8 тысяч, 9 тысяч торгов, ну, трейдеров. И то, это банки. И то, это да. И причем крупных из них… Крупных игроков 5. Да. Да, считается. Citigroup, Deutsche Bank, еще несколько, там 5 крупных игроков. То есть вы должны понимать, что вы идете фактически играть против… Большого дядьки. …этих банков. Да. Если вы готовы попробовать это сделать, пожалуйста, приходите на Форекс. Не готовы, не надо клевать на то, что это очень ликвидный рынок. Ликвидный не сразу означает конкурентный. На фондовом рынке с этой точки зрения все намного честнее, да, в некотором смысле. Потому что нет концентрации сил и концентрации игроков с одной стороны. То есть, ну, представляете, даже если их 8 тысяч, бог с ним, не 5, а 8 тысяч на Форексе крупных, предположим, хедж-фондов, банков, всего-всего. В одной России розничных трейдеров на Форексе около полумиллиона. Да, наверное. Это только одна Россия, да. И есть еще какой-нибудь Китай, где это безумно популярно, потому что очень азартная нация. Есть, естественно, Соединенные Штаты, Япония, Европа и прочее, 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 прочее. То есть, понимаете, все равно не сопоставимо количество игроков с одной стороны и с другой стороны. Из этого можно извлекать пользу, на самом деле. Да, это одна из, допустим, очень известных стратегий. Когда вы смотрите, как стоят розничные клиенты у крупных компаний, чтобы выборка была большой, и пытаетесь играть против этого. Если самое интересное, что ты просто людям скажи, что если крупные физики на рынках могут что-то сделать, то крупные форексные физики на рынке не могут делать ничего. Да, потому что это должен быть настолько крупным, что это нереальные объемы, да. И там спекулировать такими объемами, ну что еще никто не станет. Потому что есть какая-нибудь встречная компания, которая хочет просто захиджировать риск валютный. И все. И тебя проглотит, просто не заметит. А дальше останутся все остальные. Вот, поэтому вы должны понимать, куда вы идете. Да, это раз. Но это совершенно не приговор того, что вы там непременно проиграете, все нечестно, вас обманут и кинут. По поводу кинут, здесь было два аспекта всегда у людей, когда они говорят о форексе. Первое, это нечестная работа дилинговых центров и брокеров валютных. Я не берусь говорить за всех. Я не знаю практики частных компаний. Я вижу примеры, к сожалению, недобросовестности на рынке. Называть их я не хочу, потому что у меня нет доказательств. Ну вот, например, ваша компания, вот, Афорекс, абсолютно честно работает. Чем? Более того, я уверен, что крупные компании на рынке тоже уже давно сами никаких фиктивных котировок нигде не пририсовывают. Хотя такие слухи, вот как раз лет 10 назад, они очень упорно ходили. Они и сейчас ходят? Смысла в этом нет, Саша. Когда возникает, ну, например, когда у человека надо 30-40 тысяч долларов образно отобрать, и вдруг возникает какая-то котировка, которая на самом деле, именно на самой, на межбанке, ее не было. Ну, во-первых, тут есть два аспекта. Первое, что я хочу сказать, еще раз повторить, что крупным компаниям вообще не нужно. Ну, давай возьмем вашу компанию. Опять же, все прекрасно знают, что, допустим, все гости, которые сюда приходят, да, я могу спокойно это сказать смело в прямом эфире, никто нам не платит ни за рекламу, ни твоя компания, ни все остальные сюда приходят все, и открытие, и БКС, здесь люди приходят со всех разных компаний, нету никакой, то есть здесь это не рекламная компания для кого-то. Давай поговорим о твоей компании. Давай. Я не против. На чем вы зарабатываете деньги? Я одну вещь скажу. Ну, мы зарабатываем, наша прибыль стремится к спреду. Мы зарабатываем уже преимущественно как брокер. Понятно. За счет количества клиентов. Нет, это не против, здесь вопрос стоит о том, что ваши люди, которые идут работать к вам через вашу компанию, через Афорекс, чтобы они знали, куда и как они идут. Да, есть контрагенты в Соединенных Штатах, делайте следующим образом. У нас есть достаточно уже большой пул клиентов. Получается некая агрегированная позиция, допустим, почти все торгуют евро-долларом. Естественно. Ну, там, грубо говоря, 70% сделок, ну, как минимум 50% сделок это евро-доллар. Получается, при большом количестве клиентов достаточно крупная позиция. Понятно. Она может быть нейтральной. В этом случае мы не делаем ничего, если они друг на друга. Может быть положительной. Тогда излишек мы выбрасываем на контрагента, потому что он получается достаточно большим, чтобы он мог быть выведен на рынок. Понятно. Вот и все. То есть мне на себя принимать риски вот этих клиентов в таком количестве уже просто неинтересно. Это просто не, ну, с точки зрения бизнеса опасно, потому что вдруг движение в данном случае пойдет против меня. Мне это не нужно. То есть понятно, ты просто хочешь бизнес взять немножко по-другому, именно количественно. Конечно. А тебе лучше, выгоднее работать образно честно, заложить тебе хорошую репутацию и просто брать количественно. Конечно. Второй аспект. Я все-таки очень хочу проговорить эту мысль вслух по поводу пририсовки котировок. Если у вас нормальный риск менеджмент, если у вас нету 50 сотого плеча, если вы не положили 100 долларов и торгуете на 10 тысяч... То 3 копейки ничего не значит. То никто никогда не сможет пририсовать вам гигантский спред. Никогда. То есть я уже даже не буду доказывать, пририсовывают, не пририсовывают, да, но мне, как Форекс-брокеру, нет смысла вообще ничего пририсовывать. Вы сами убьете свой счет, если вы воспользуетесь этим плечом. Вот и все. Практика показывает... Вопрос другой. Куда перетекут деньги? Если вы приносили какие-нибудь 100 долларов, мы, скорее всего, вас не сможем никуда просто вывезти, потому что у вас 100 долларов. Если вы попали в эту агрегированную позицию, значит, они перетекут туда. Если не попали, ну, там, человек со 100 долларами, мы уж как-нибудь, мы можем выступить с контрагентом. Но пририсовывать абсолютно бессмысленно. Вот просто реально бессмысленно. Тогда вопрос другой. Какой смысл брать этого человека со 100 долларов? Как какой? Этот человек хочет работать. Мы ему предоставляем договор оферты, да, и этот человек приносит 100 долларов. Во-первых, он, может быть, заработает. И все будут счастливы. Кстати, а сколько, давай просто вот ради интереса, так как ты форекс брокер, сколько у тебя вот на твоем духу было чудес? Заработан, заработан. Я знаю, честно, я видел пару, немного, и реально единичные результаты, где люди на самом деле с очень маленькими депозитами разгоняли. Я считаю, что это люди мега талантливые, мега талантливые. Таких людей нужно брать, и из них что-то пытаться сделать. Саш, смотри, чудес, вот прям чудес, это реально фантастический результат. Ну, со 100 долларов, я знаю, людей, которые там разгоняли до 15-20 тысяч. У меня был клиент, который с 1000 долларов сделал 300 с небольшим тысяч. Я не понял, сколько был максимум. Это же вообще, это просто суперзвезда. Это человек, который купил евро на самом дне и докупался на каждой коррекции с достаточно большим плечом. Причем входил точно на, ну, очень близко к локальным минимумам. Очень близко. Ну, то есть он еще и не был интродейщиком, к тому же. Он долго держал достаточные позиции, да. То есть он мог что-то пофиксировать, где-то порезаться, где-то добавиться. Но в целом, да. Вот это одна позиция. Торговля явно была позиционной. То есть он явно видел тренд, в котором он шел. К сожалению, несмотря на это чудо, закончилось это печально. Выведением всего лишь, а по-моему, даже ничего и не вывели. По-моему, там был стоп-аут, когда отчета осталось 20 тысяч долларов. И я дальше не помню, что с ним было. Но вот совершенно точно с 300 до 20 все было в конечном итоге слито. Это еще раз басня о плечах. Если уж вы, как понимаете, когда ты заходишь на рынок, грубо говоря, с той же тысячи долларов, окей, ну ты взял 50-е плечо по понятным причинам. Проиграл, не проиграл, ну а смысл там получать 2% годовых, да. Как в казино сыграл. Когда у тебя крупный депозит, ну сделай к нему адекватный риск-менеджмент. В чем проблема? Стоп-приказы, тейк-профиты. Это же просто об этом говорит каждый человек, который как-то хочет управлять деньгами. Я знаю, что ни одному брокеру, да, ни одному брокеру неинтересно, чтобы человек слился. Ни одному, потому что мне платят комиссию. Когда ты выводишь человека, он стал достаточно крупным, мы начинаем его хеджировать полностью, да, все позиции с ним, то есть выводить его реально куда-то на рынок. Мне лучше, чтобы он больше через меня торговал. Конечно. Чем больше у него объема и чем больше он будет совершать сделок, тем лучше мне для бизнеса. Но... У человека своя правда есть. У человека, да, у человека есть свое видение ситуации, свое желание действовать так или иначе. Я же не могу позвонить и сказать, слушай, ну вот, хватит. А как ты вообще, я тогда оставлю четвертую двенадцатую минутку, сугубо ты расскажешь нам вот о доверительном управлении, о стилях, образно твое там, соло будет. Как ты на РБК попал? Неожиданный вопрос. Я пришел туда после второго курса, если я не ошибаюсь, стажером на летнюю практику. И я выполнял переводы с английского на русский на экономическую тематику. Как у тебя с английским? За полтора года, я так понял. Ты еще приехал в таком возрасте, где можно даже без акцента говорить? Ну, акцент у меня наверняка есть, но говорю я по-английски примерно так же, как по-русски. Так что, ну, у меня никаких проблем с этим не было. За полтора года. Плюс я кое-как, ну, я учил его очень давно, очень давно, с шести лет. Но языковая практика, когда ты начинаешь именно говорить... Только когда ты попал в Америку, ну, понятно. Я только после этого понял, почему, знаешь, там, как куда-то на работу берут, пишут там знания языка. Могу читать и говорить, могу читать. Могу переводить. Могу еще что-то, да. То есть это действительно вот эта языковая практика, говорение, она приходит только вместе с пребыванием в языковой среде. Вот, ну и все, и всем очень понравилось на РБК, как мы работали. На РБК, на самом деле, были очень хорошие времена. У меня тоже очень теплые воспоминания об этой компании. Вот, и я просто остался там на достаточно долгое время. Потом случился финансовый кризис. А так получилось, что произошли некоторые рокировки по вакансиям. И мне достался утренний эфир, в котором я и работал 4 года. Ну, и тот же Тимофей Мартынов, которого ты упоминал, он меня сменял. То есть шоу в утренний блок, затем приходил Тимофей, вел дневной блок. Я уж не знаю, как он сейчас работает, я его периодически вижу в обновленном РБК. Ну, он сейчас суперзвезда, он сам, наверное, выбирает себе, когда в эфир идти, а когда не идти. Ну, это нормальная ситуация. Человек должен расти. Конечно. И как ты попал на Россия-24? А это уже просто было тоже предложение, да, там открывался экономический блок. Они подбирали ведущих. Я пришел на кастинг, прошел этот кастинг и был отобран. Отлично. Да, ну, ты же сам наверняка понимаешь, что вот эта сфера финансовой журналистики, она достаточно узкая. Там не так много людей, как может оказаться. А те, которые разбираются, да, действительно, для людей. Вот почему там я всегда и к Тимофею так нежно отношусь, потому что на самом деле он и трейдер, он на самом деле может рассказать о рынке так, как мне расскажет, что не один ведущий. Я, понимаешь, я еще одну. Сапунуов, Дима. Большую тайну. Да, он работал тоже у нас. Это люди, он продолжает работать, всем ребятам огромный привет от меня. Это люди, которые в рынке, и они понимают, как никто другой, что там. Тимофей когда-то очень злился, а мы сидели на соседних столах. То есть вот мой компьютер, вот компьютер Тимофея. Ну, как злился, не злился, а то, что он не любил когда-то. Сейчас ты расскажешь, у нас перерыв на новости, дорогие друзья. Николай Корженевский, руководитель отдела доверительного управления, все идет чересчур весело и интересно, что иногда некоторые вещи не успеваем. У нас перерыв на новости, и как раз Коля после этого нам расскажет, как они там с Тимофеем Мартыновым делили общую парту. Здравствуй, Николай Корженевский в гостях, руководитель отдела доверительного управления компании Афорекс. Вот как вы там с Тимофеем? За перерыв я передумал эту историю, рассказывать в полном объеме. Я просто скажу, что действительно Тимофей очень хороший профессионал, и я обладал счастливой возможностью наблюдать за тем, как он торгует. То есть у многих долго был скепсис по поводу того, что там Тимофей реально что-то делал, реально получал те доходы, о которых он говорил, писал и так далее. Тимофей реально, не стесняясь там, да, там, привет Тимофею, так много мы его обсуждаем. Все это было на глазах, так сказать. Меня мы, кстати, не обсуждаем, а хвалим. Да. Да. Так что это позитивно. Я и сказал, это человек, как и Дима Сапунова, это люди высокого уровня, которые действительно торгуют, и они знают, о чем идет речь. Но я хочу все-таки еще тогда вспомнить справедливость установить того же Гришу Бегларяна, который действительно участвует в рынке, действительно понимает. Я лично с ним просто не знаком, поэтому я не могу ничего сказать о нем. Вот, и есть еще человек, которого я тоже могу вспомнить только добрыми словами, это Олег Богданов. Ты передаешь привет? Да, привет. Ну, я просто перечисляю людей уж, коль скоро мы завели тему финансовой журналистики. Если я кого-то забыл, простите, но вот так сходу я больше не назову профессионалов. Вот, есть полностью 10 минут. Ваша компания как раз занимается именно доверительным управлением. Да. Вот, расскажи конкретно, что... Компания сама брокер, и мы сейчас развиваем направление доверительного управления. Пока оно недоступно розничным лицам, розничным людям. Оно доступно лишь в таких попсовых продуктах. Да, вот ты уже упоминал PAM-счета, которыми сейчас будем запускать. Есть Mirror Trade, это система слежения позиций по каким-то трейдерам. Но это все-таки не наша собственная ДУ, это попытка предоставить клиенту больший набор продуктов, с помощью которых они могли бы получать доходность. Эти продукты, на мой взгляд, имеют право на существование, опять же, соответствующим риск-менеджментом. Вы видите стратегию, вы видите ее историю, вы видите, как она работала, какие результаты показывала. Это как шаблон какой-то. Это шаблон. Нет, там сидит живой человек, который торгует, ну или его робот написан. Как приблизительно называется, как есть там, Финами автоследование. Да, совершенно верно. Это именно полная аналогия такой штуки. Или как на Форексе любят говорить, как это вот слово называется, советник. Советник это чуть другое. Это чуть другое. Вот тут именно скорее автоследование. То есть полное копирование торговли какого-то другого, ну либо живого лица, либо робота его. Я занимаюсь конкретно сейчас разработкой направления ДУ. То есть доверительного управления. Здесь все обстоит несколько иначе. Пока, повторюсь еще раз, с розницей не работаем, не знаю, когда будем работать. Это есть несколько стратегий, вымученных. Годами. Да. Ну реально я вот с седьмого года занимаюсь практически только разработкой этих стратегий. Только сейчас. Что-то, что-то получается. Начинается какой-то, ну то есть реализованы какие-то вещи, которые на рынке, которые работают. Которые есть в практике, да. То есть потому что есть же тьма, тьма, геморроя, прошу прощения за это слово. А можно, кстати, это слово говорить нормально. Отлично. Значит, много геморроя. Потому что наверняка от этого слова геморроя сейчас найдется куча компаний, которые от него лечат, поэтому мы их бесплатно прорекламируем. Отлично. Гриша, никого не рекламируем. Смотри. Во-первых. Не, я сказал, мы не рекламируем за деньги. А, окей. Так тоже пойдет. Есть первая проблема. Написать реально хороший алгоритм. Потому что всякие скользящие средние, там, РСА и МАКТ и прочее, я считаю несколько пошлыми всякими вещами. Ты знаешь, я должен с тобой согласиться. И ценовой процесс хочется описывать совершенно в других терминах. Есть математика, есть теория вероятности, есть подходящая теория, да, там, распределения, эволюции, распределения и прочего, прочего, прочего. Есть, в конце концов, нормальные магистральные финансы в Соединенных Штатах, которые в школы расположены в Европе, есть частично, да, там, в Швейцарии, которые начинались с Блэка Шоула, с его знаменитого уравнения, которое оценивает опционы, и все диффузные уравнения, да, дифференциальные уравнения второго порядка. Вот эта математика более сложная, на первый взгляд. Она позволяет строить очень неплохие формализмы. Но тебе же нужно где-то эту математику написать. Конечно. В Метатрейдере нету достаточных вычислительных мощностей, которые, да, позволили бы это сделать. Нужен полноценный язык. В общем, сначала нужно было освоить Маткат Матлаб. Осваиваешь Маткат Матлаб. Потом нужно понять, как объединить их с торговым терминалом. Там встает вопрос. Совсем другие, да, C+, дополнительные бочки. Звать программиста, ну, как бы, вот, хочется, но ты, во-первых, не понимаешь, дошла ли до программиста задача целиком, и насколько добросовестна эта программист, если ты ему объясняешь задачу целиком от начала до конца. В общем, начинается сразу столько технических вещей на дороге, которые приходится решать. Я хочу сказать, что все это занимает очень и очень длительное время. Теперь есть стратегии. На чем основаны эти стратегии? Во-первых, во всех них в основе это стат преимущества. Строго. Сугубо. Да. Могу сказать, что по собственному опыту очень сложно получить стратегию, которая корректно прогнозирует движение больше, чем, ну, это мой опыт, 62-65% случаев. Ну, что есть, в принципе, мега. Это очень хорошее. Это мега. Это очень хорошее. По моим меркам. Это по всем меркам хорошее. Ну, я, видишь, я не знаю, вдруг ты скажешь. Это мега. Я людям, когда даю стратегию, она дает 35-40, и это считается очень круто. Да, и тут нужно, наверное, пояснить, что реально 35-40 это тоже хороший результат. Почему? Потому что если на него навешан, прикручен к нему хороший мани-менеджмент, то это тоже стратегия, которая в конечном итоге даст хороший нормальный финансовый результат. Ну, не 100% годовых, не 200, не 500, но хороший, ну, может и 100, кстати, но не 500, да, не 1000, вот не те цифры, которыми обычно оперируют, когда говорят там о том же Форексе. Значит, стратегии на стат преимуществе. Мне кажется, мы не успеем за 10 минут объяснить ничего. Уже 5 осталось. Опять осталось. Суть в том, что есть какие-то ценовые процессы, да, которые обладают какими-то стат характеристиками. Если есть нестандартное поведение ценового процесса, есть, соответственно, повод предположить, что он все-таки вернется в то состояние, в котором он всегда находился. Это раз. На коротких периодах те, кто занимается математикой, знают это явление как обращение средних по знаку, а на длинных периодах там немножко все сложнее. Есть еще чисто арбитражные вещи, которыми можно заниматься. Да, вот сейчас у меня на повестке стоит задача. Да, ты мне начал рассказывать, да, арбитраж на Форексе. Да, но это не только Форекс, он вовлекает еще сторонний рынок, рынок свопов. Это тоже межбанковский рынок, но очень ликвидный. Тоже по меркам объемов ликвидный. Но ликвидный, да, там очень высокий, чуть ниже, чем Форекс. Да. Там миллиарды, десятки, сотни миллиардов. Да, 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 там тоже, на самом деле, счет по открытым позициям тоже на триллионы идет. Арбитраж, который я конкретно сейчас пытаюсь построить, это арбитраж между валютным свопом, валютной парой и обычным процентным свопом. То есть он периодически реализуем. Для этого нужны очень серьезные программные решения, да. Но суть в том, что они должны быть взаимосвязаны по определению. Она присутствует, никуда не пропадает. Опять же, там куча технических моментов. Вот у тебя, допустим, где-то счет на валютном рынке. Ну, потому что арбитраж предполагает, что у тебя есть несколько источников данных, которые не успели уравновеситься, и которые ты сам уравновешиваешь своим действием. Свои, да, свои формулы. Где-то ты открыл одну позицию, где-то ты открыл вторую позицию. Дальше, что бы ни действовало, ни происходило, где-то у тебя будет формироваться прибыль, а где-то может сформироваться убыток. То есть в целом, по сумме этих позиций, у тебя зафиксирован арбитражный профит. Но счета-то раздельные, да, есть проблема того, как... Как их соединить. Да, как, чтобы этот клиринг происходил. Вот то, что я сейчас пытаюсь тоже решить. Вот, такие есть стратегии. Это, на самом деле, несмотря на то, что арбитраж, это очень, ну, по моим меркам, очень неплохая вещь. Почему? Потому что там можно делать 3-4% в месяц на гигантских объемах. И с очень маленьким риском, да. То есть на гигантских объемах. Видите, дорогие друзья, у нас, да, речь идет о цифрах, которые абсолютно адекватные. То есть нет никаких, видите, не фигурирует цифр там 100%, 200%. Эти вещи можно делать, когда у тебя объем маленький. На любом рынке. Ну, там, я не знаю, я вот, все очень любят... Помнишь, был LTE, где какой-то робот сделал что-то там около десятки тысячи процентов годовых. По-моему, United Traders этого робота написали. Ну, там много было, там и робот Panda был очень хороший. Я вот, к сожалению, их по именам не помню. Да, робот Panda был номер один, в United Traders робот был, потом был еще робот-аспирант сейчас. Вот, но тот, кого я вот помню, робот вот этот, он начинал-то с маленькой очень суммы. И этот робот, он очень классный. Большой респект ребятам, которые его написали. Но нельзя с помощью этого робота ворочать миллиардами. Даже, ты знаешь, я тебе даже скажу, больше миллионами. Да, уже сложновато. То есть там... На несколько сот тысяч долларов, да, это можно заделать. Да, да, да. Вот, поэтому... На конфеты. Да, то, что я пишу, если уж работать серьезно... Ты хочешь что-то емкое сделать. Да. Абсолютно верно. А в чем-то емком, сразу ты идешь на то, что ты жертвуешь гигантской доходностью. Сто процентов. Вот и все. Ну, и тем более, когда это арбитражные сделки. То есть еще когда у тебя риск маленький, получать какую-то заоблачную доходность, если вам вдруг такое пообещают, это повод хорошенько задуматься над тем, что вам обещают, кто вам обещает, и понять четко, как он будет делать эти деньги. Да. То есть прямо прийти, посмотреть, как это происходит, где открыты терминалы, как заключаются сделки и так далее. Это вот большой общий совет всем, кто собирается там что-то кому-то давать, да, в управлении. Мошенников на рынке полно. Мы помним, как же называлась эта компания летом, Форексная, кстати, тоже, которую закрыли. Royal Max Brokers. Royal Max Brokers, да. С неприятными, чуть ли не криминальными элементами. Ну, там это не одна такая. Вот. Поэтому, как только вам начинают что-то обещать фантастическое. Поэтому я вот хочу, чтобы на самом деле, если ты действительно отличаешься от других... Ну, я не один такой. Мы пока сейчас говорим о тебе. Знаешь, как говорят, о присутствующих не говорят неплохо или не говорят вообще. Да. И о присутствующих в третьем лице, если они присутствуют, говорить нельзя. Нельзя сказать «он». Поэтому о них мы пока не будем говорить, у нас вот ты в гостях. Поэтому ты все равно делаешь проект. Да. И ты хочешь, чтобы к тебе приходили люди с доверительным управлением, и ты хочешь, ты готов показывать то, что ты можешь управлять крупными суммами. Конечно. Вот у тебя есть минута, чтобы объяснить людям, почему ты это панацея от их бед. А да, собственно, все, что сказал, все, что мог, сказал, да, еще раз, это некая адекватная доходность, это адекватное управление рисками, это четкое понимание, всегда четкое понимание того, как именно зарабатывает тот, кому вы дали деньги в управлении. В чем его ноу-хау. Если у вас нет четкого понимания, то вы рискуете прийти к Мэдову. Если у вас есть это четкое понимание, то, в принципе, деньги можно отдавать, потому что никаких других гарантий вы не получите никогда. Ну да, ни у кого. Да. Вот. Ну и, естественно, Саш, тут, я думаю, ты меня поддержишь, должна быть история все-таки работы. Да, как минимум за какой-то промежуток времени. Я всегда, например, когда системы даже тестирую, меня интересует, как система показала себя в хорошее время, если это трендовая система, а как она себя показала в плохое время. Когда август, например, да, когда пила и все остальное. Если она действительно хотя бы там не потеряла или потеряла чуть-чуть, супер, но если она за три недели отдает то, что было заработано за год. Это система, которую не нужно использовать. Плюс есть же чисто бэктестинг, когда ты на историческом ряде, берешь, тестируешь и смотришь, что система дала. Я считаю, он обязательно нужен. Тут вообще никаких разговоров. Но к нему еще нужен тестинг в реальном времени. Дорогие друзья, у нас в гостях был Николай Корженевский, руководитель отдела доверительного управления компании Афорекс. Я уверен, что при желании вы спокойно сможете его найти. Человек ведет передачу на канале АРоссии24. А также думаю, что если вы в интернете наберете Афорекс, вы сможете нарваться на Николая Корженевского. Если какие-то вопросы есть, можете обращаться ко мне. Я с удовольствием поделюсь данными этого молодого человека. Коль, тебе огромное спасибо, что ты пришел. И всем вам огромное спасибо. Слушайте нас в эфире. Спасибо.